Хотите избежать пожара? Тогда срочно замените розетки и проводку. Полицейским удалось выявить межрегиональную группу лжеэлектриков. На удочку мошенников попались более 200 доверчивых граждан. Возможно, их жертвой могли стать и вы. Поэтому все внимание на экран. Анастасия Шерстобитова расскажет подробнее. Настя, слушаем тебя. Добрый вечер всем. Предположительно, организатором преступной группы стал Березняковец. Но свою деятельность они ввели сразу в нескольких крупных городах – Перми, Жевский, Катеринбург и Калининград. В одном из офисов компании проходили совещания, на которых сотрудников обучали методам обмана и манерам общения. В другом офисе работники колл-центра обзванивали пенсионеров и рассказывали о необходимости проверки электрооборудования в их квартирах. Затем злоумышленники приезжали домой к пожилым и представлялись электриками. После осмотра сообщали ложную информацию о плохом состоянии электросистем и настаивали на замене оборудования, не пугая при этом высоким риском возгорания. Потом мошенники предлагали доверчивым пенсионерам приобрести оборудование якобы по самым низким ценам. Общая стоимость необязательных работ могла доходить до 50 тысяч рублей. Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Пермскому краю совместно с коллегами из Удмуртской республики, Калининградской и Свердловской областей пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошеннических действиях. В разных городах страны задержаны предполагаемые организаторы 13 участников группы. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. А между тем в соцсетях березняковцы жалуются, что и к ним в квартиры стучатся мошенники. Сотрудники единой газовой службы под предлогом осмотра газового оборудования попадают в квартиры. Одну из местных жительниц предложили почистить вентиляционный канал. За услугу взяли 4,5 тысячи рублей, сказав, что это еще и со скидкой в 50%. В результате в квартиру у женщины якобы газовики оторвали вентиляционные решетки, а новые приклеили на скотч. А мы в очередной раз предупреждаем, будьте бдительны и не открывайте двери незнакомцам. И напоследок поучительная история для тех, кто расслабился и перестал использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Житель села Карагай, например, получил штраф в 15 тысяч рублей просто за то, что систематически не носил в магазине маску и перчатки. Так что есть повод задуматься.